Уже Питера Айртса, воздая в дань уважения легендарному голландцу И дважды был сильнее Данииле Гидр 103 победы Поехали! Наверное, всем памятен первый триумф Рико Верховена на турнире Глории, когда была чемпионская четверка. И все очень ждали повторной встречи Даниэля Гиды и Гоха Насаки. Но Рико Верховен всех разочаровал, наверное, в какой-то степени. И самое главное, удивил, когда сначала выиграл Гоха Насаки в полуфинале. Очень уверенно, а потом и Даниэля Гиды. Ну как-то вот болельщики не особо рады его видеть, по-моему. Да, и чем же не угодил Верховен американской публике? Не знаю, может быть они болеют за Эрла Зиммермана. Еще раз напомню, что на взвешивании спортсмены немножко повздорили. Сверлят друг друга взглядами спортсмены. Вот, пожалуйста. А, вот это самое взвешивание. Да, действительно, Рико Верховен подсушился. Это однозначно. Я думаю, что это пойдет ему только на пользу. У Эрла Зиммермана, еще раз подчеркиваю, очень сильный удар. Очень жесткий. И это, наверное, будет его главным преимуществом в бою с Рико Верховеном, который таковым оружием не обладает. Пропускает Верховен жесткую бойку. Правый сбоку. И посмотрите, вот Эрл Зиммерман в своей красе. Он идет на «вы». Он обменивается. И либо он, либо его. Пропускает, посмотрите. Оба спортсмена пропускают. Очень размашистые удары сейчас. Такой ирландский пап мы с вами наблюдаем. Очень много страсти в этом бою. Очень много эмоций. И пока они зашкаливают. Рико Верховен использует свою коронную связку. Это прямой удар ногой. И впоследствии выбрасывает прямой удар рукой. Мы регулярно видим эту комбинацию в его исполнении. И она проходит у голландца. Работает ногами Эрико Верховен по туловищу. Еще раз с правой ноги. Фронткик по корпусу. Пока хорошая связка. И чуть поехали в ноги. Верло Зиммерман. Но левый прямой дошел до цели у него 100%. Несколько раз Рико Верховен падал в накалке. И даже уже начали поговорить о том, что он пробитый. Но нет. Ничего такого мы с вами не видим. Верховен хорошо удар держит. И это показали его бои с Даниилем Гитой, с Гоханом Саки. Которые обладают очень сильными ударами. Хорошо. Есть двойка. Пропускает Зиммерман. И поплыл Эрол. Рико Верховен начинает добивать своего соперника Зиммерман. Посмотрите, как включается. И уже такое добивание в стиле ММА. Предлагает нашему вниманию Рико Верховен. Возмущается Эрол Зиммерман. Вполне справедливо. Кстати, обратил внимание, Вадим, что подобные вещи бойцы с тобой делают очень часто. Бить соперника, когда уже этого нельзя делать. Это и Ники Хольскин делал. Это и Рико Верховен делает. Ну, очевидно, в этом есть какая-то определенная хитрость, да. Как бы тактика Белка Уфова, как говорят в футболе. Вроде и с ринга не выгонят. И в то же время ущерб наносишь сопернику. С другой стороны, раньше за это дисквалифицировали. Вспомни, например, бой Рамибаняцки и Бадрахари. Вспомни бой Бадрахари и Хезди Гергеса. За это снимали с боев. Сейчас как-то более лояльно к этому относятся. Но, может быть, здесь играет роль степень повреждения, которые были получены после нерегитимного удара. Рико Верховен молодец. Поддавливает. Пока что Эрл Зиммерман в несостоянии в полной мере воспользовался своими сильными качествами. Но, обратите внимание, сколько эмоций в этом бою. Может быть, здесь, наверное, не так много техники, как нам бы хотелось видеть. Но вообще от тяжей требовать отточенную технику, но это утопия, по-моему. Второй раунд. Первый получился очень интересным, очень насыщенным. Сейчас Зиммерман стал действовать чуть пособраннее, потому что в первой трех минутке он действовал достаточно размашисто. Жесткий удар на огонь, но в защиту. Посмотрите, как хорошо перехватывает атаки соперника Верховен. Действительно, он стал побыстрее. Очень опасное колено. Он там Верховен хорошо встретил левым прямым. Пытается бить хай-кик Эрл Зиммерман. Напомню, что будет титульный пять раундов. Здесь очень важна функциональная готовность. Потому что спортсмены тяжелые. Работают в высоком темпе. Здесь необходимо очень четко и грамотно расходовать силы. Верховен пока, понятное дело, впереди. Но Эрл Зиммерман может весь бой проигрывать по очкам, а потом взять и нокаутировать соперника. Хороший лоу. Колены не проходят. Верховен все видит пока. И Рико очень грамотно делает, что не вяжется в обмен со своим оппонентом. Здорово работает на дистанции. Перехватывает его атаки. Потянул на себя соперника Верховен. Интересно, что Эрл Зиммерман сделает. Хорошая комбинация с заключительным завершающим внутренним лоу. И проверяет печень соперника Верховен. Гораздо больше ударов он выбрасывает. Опасная двойка от Эрла Зиммермана. О, такая корявая вертушка от Эрла. Падает он, и что, неужели травму получает какую-то? Очень похоже на то. Потому как держится за колено. Эрл показывает, что повреждение колена есть у Эрла. А не думаешь ли ты, Вадим, что это, ну если не профанация, то своего рода шанс избежать позора? Вполне возможно. Сейчас Эрл оценил, чем ему это все грозит. Решил красиво срулить. Ну да, вроде бы проиграл. Да, проиграл из-за травмы. Хотя может потом говорить, ну если бы не травму, я бы ему показал. Если бы не досадная случайность. Да, да, да. Ну, может быть, не будем торопиться оговаривать Зиммермана? Нет, ни в коем случае. Потому что мы все знаем прекрасно, что Эрл Зиммерман настоящий боец. Он никогда не пугался драки. Он бился абсолютно с любыми соперниками, с которыми ему говорили сражаться. Но, опять же, да, тут мы видим, что Рико Верхуевен начал переигрывать. Ну да, с другой стороны, рисковать своим реноме. Это во-первых. И мы все прекрасно знаем, что 5 раундов. И эту дистанцию Эрл Зиммерман мог бы и не выдержать. Я не помню, чтобы он бился 5 раундов хоть раз вообще. Заканчиваются по травме. Давай вспомним бой Гокуна Саки. Да, Гокуна Саки и Тайрона Спонга. Ну или Магомеда Маликова с Брэндоном Роджерсом. Да, но я имею в виду здесь, на турнире Горя, конечно. А, безусловно. Да, видел недавно Магомеда Маликова. Добром здравом.